Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Сегодня мы записываем видео для библейского портала экзегет. Мы читаем первую маковийскую книгу и сегодня будем разбирать третью главу этой замечательной книги. Я использую перевод, недавно вышедший, очень интересный, очень хороший перевод Брагинской и Шмайной Великановой. Первая маковийская книга описывает драматические страшные события, когда представитель династии Селевкидов Антилох IV Епифан напал на Израиль, сделал его провинцией, частью своего государства и не остановился на этом, но пытался обязать всех жителей Израиля, отступить от веры в истинного Бога, отступить от почитания закона и принять те обычаи, которые были приняты в эллинистическом обществе. Кто-то согласился на это, но очень многие оказались верными закону и готовы были за эту верность и жизнь свою отдавать. Они были притесняемы. И вот группа таких людей под руководством священника Матати, как мы читали во второй главе, оказалась в пустыне. После смерти Матати на его место заступил третий из его сыновей, Иуда Маковий. Само прозвище Маковий, оно дало название и всей книге, и даже другим маковийским книгам. И вот мы читаем о том, как в третьей главе читаем о том, как дальше развивались события. На место Матати встал его сын Иуда по прозвищу Маковий. Ему помогали все его братья и все те, кто держался его отца, и радовались они, ведя войну Израиля. То есть возникло некоторое сопротивление гнету Антиоха и Епифана. Прежде всего, смущал Иуду и его соратников, его братьев. Не гнет, скажем, экономически, не то, что подутью обложили народ, а прежде всего смущали требования, которые воздвигались Антиохам и Епифанам. В чем эти требования состояли? Перестать выполнять предписания Ветхого Завета. Перестать чтить истинного Бога. участвовать в языческих жертвоприношениях, чтить самого Антиоха и Епифана как божество. И вот эти требования, они оказались совершенно неприемлемыми для Иуда и для большого количества людей. Для кого-то приемлемыми. И среди иудеев тоже были отступники, которые выбрали какой-то земной комфорт, благополучие, безопасность, какие-то подачки, которые предлагал Антиоха и Епифан, выбрали верность и предпочли тому, чтобы быть верными до конца. Но вот многие оказались верными, и Иуда возглавил эту группу людей. Они вели войну. Вели войну против язычников, против тех, кто поддерживал Антиоха и Епифана, против, вероятно, и отступников из среды иудейского народа. «Широко свой народ он прославил», — говорит дальше Маковийская книга. Кто прославил? Иуду Маковий, тот, кто встал на место своего отца Мататия. «Как исполин облачился он в панцирь, снаряжением военным был припоясан». Вообще-то, говорят, и мирные люди. Иуда — сын священника, он никогда в жизни не занимался никакими военными учениями, войной. Но вот здесь он вынужден был стать военачальником. И вот он припоясался в военное снаряжение. Он завязывал битвы. «Многим царям, а Иакову в радость деяния его, и память о нем благословенная на веки». Вот воспеваются в таком поэтическом отрывке военные подвиги Иуда Маковия, который сражался с отступниками, сражался с теми, кто проводил политику царя. Он, прежде всего, нападал не на тех, кто даже отступил, а на тех, кто подстрекал, подстрекавших народ, предавал он соженью. Он действовал достаточно жестоко, но тем самым старался остановить политику антиоха Епифана, старался остановить, чтобы новые и новые люди не поддавались соблазну отступать от завета. «Иакову в радость деяния его». Кто такой этот Иаков, которому в радость деяния Иуда Маковия? Это, конечно же, весь Израиль. Мы помним, что древний правотец Иаков был Богом назван Израиль, и вот по его имени второму, такому Богу откровенному, и весь народ получил название Израиль. Но здесь вот первое имя приводится – Иаков. Конечно, имеется в виду весь Израиль. Израилю в радость деяния Иуда Маковия, потому что он защищает самое ценное, самое важное, что есть в израильском народе. А самое важное у любого человека, в том числе и сегодня. Это не деньги, не богатство и даже не жизнь, а это вера. И вот веру, веру отеческую защищает Иуда Маковий. «Память о нем благословена навеки. По Иудинам он проходил городам, изводил нечестивцев повсюду, гнев отвратил от Израиля. По каким-то иудинам городам он проходил? Может, по своим собственным? Конечно, нет. Речь идет об Иудее, о центральной области Израиля. А это значит, что он довольно смело действовал, потому что он подходил к столице, к Иерусалиму, который был захвачен, этот город, и полностью находился в руках врагов. «Его имя звучало до края земли. Всех погибавших собрал он к себе». То есть, очень большое количество людей услышало о деятельности Иуду Маковия и примкнуло к его движению. «Тогда Аполлоний собрал язычников и большое войско из Самарии, чтобы воевать против Израиля». Аполлоний, очевидно, какой-то военачальник, который был представителем армии селевкидов, армии Антелха и Пифкана, собрал войско, но надо как-то решить проблему, как сейчас сказали бы. Вот какие-то бунтари не хотят подчиняться Антелху и Пифану, не хотят участвовать в идольских жертвах, людей к себе созывают, какой-то урон приносят, воюют, нападают на подстрекателей. Надо уничтожить войско Иуда Маковия и его самого. И вот Аполлоний собрал себе войско из Самарии. Там жили самаряне и, кроме того, язычников. Узнав об этом, Иуда выступил ему навстречу, разгромил его и убил. Многие пали мертвыми, а остальные бежали. Наши захватили их добро, а меч Аполлония взял Иуда и сражался всегда с ним в руках. Вот мы здесь очень четко видим, с кем себя соотносит автор первой Маковийской книги. Он вот рассказывает о том, что Иуда разгромил войско Аполлония, многие пали мертвыми, захватил себе меч, и наши захватили их добро. То есть он определенно тех, кто является соратниками, тех, кто является верными делу Иуда Маковия, считает нашими. Он именно с этими людьми себя ассоциирует. Но что делать? Вот Аполлоний, какой-то местный военачальник, выступил против Иуда и потерпел полную неудачу. Иуда разгромил его в поиске, захватил его меч, всегда потом с ним сражался, с этим мечом в руках. Ну, значит, надо какого-то более серьезного военачальника отправить с большим войском, чтобы все-таки уже покончить с этим безобразием. Вот Иуда настолько распоясался, что даже этого Аполлония убил, и его отряд разгромил. Тут Сирон, сирийский военачальник, услышал, что Иуда собрал множество людей, дружину, верных при себе, чтобы идти на войну. И сказал он, заслужу себе славу, стану знаменит в царстве и пойду войной на Иуду, на тех, кто за него, кто ни во что не ставит слова царя. Вот был некий Сирон, военачальник, видимо, более высокого ранга, чем убитый Аполлоний. И он решил, какая хорошая ситуация. Я могу выслужиться перед царем. Я могу разгромить вот этих сопротивленцев, этих людей, которые отказываются подчиняться Антиоху и Епифану. И наверняка царь это очень оценит. И я заслужу себе какое-то положение более высокое. Я стану знаменит. Пойду-ка я войной на Иуду. И вот он взял с собой сильный отряд от нечестивцев, чтобы помочь отомстить сынам Израиля. Он подошел к подъему на Бетурон, а Иуда вышел ему навстречу с немногими людьми. Значит, этот Сирон, который идет мстить за Аполлония, который идет разгромить Иуду, чтобы выслужиться, у него уже такое, весьма, видимо, серьезное войско с ним. А у Иуды людей не так много. И вот когда наши, опять автор первой маковейской книги называет отряды Иуды Маковея нашими, вот когда наши увидели полки, идущие им навстречу, они сказали Иуде, нас так мало, как мы можем сражаться против такой большой силы? Да и слабы мы нынче, ведь мы не ели. Иуда Маковей находится в изгнании, в пустыне, еды у них там практически нету. Да, они с собой увозили какие-то стада, но и стадам очень несладко приходится в этой пустыне. Вот они, значит, истощенные голодом, немногочисленные. Как они будут сражаться против этого войска Сирона? Ну, у Иуда есть ответ. Иуда сказал, легко многим попасть в руки немногим, а для неба безразлично через многих спасать или через немногих. Ибо победу в войне приносят не сонмы воинов, источник силы неба. Они идут на нас с безмерной гордыней, с беззаконием, чтобы истребить нас, наших жен и детей, чтобы ограбить нас. А мы сражаемся за свою жизнь и за свои законы. Так что он сокрушит их у нас на глазах, а вам их бояться нечего. Удивительные слова, и они являются, может быть, ключевыми вообще для понимания того, о чем нам говорит первая Маковейская книга. Иуда говорит, что все зависит от неба. Не так важно, много нас или мало. И многие могут впасть в руки немногих. Если небо это будет угодно. Что за небо? Конечно, здесь имеется в виду сам Господь Бог. Мы знаем, что Моисею Господь открыл свое имя. И это имя было священным. И его старались не произносить, поскольку была такая заповедь, не произноси имя Божие всуй, не произноси имя Божие напрасно. То древние евреи не произносили имя Божие вообще никогда, чтобы случайно не нарушить эту заповедь. Только первосвященник в определенные моменты богослужения произносил это имя Божие. Тогда слава Божия наполняла храм. И вот как тогда быть? А как Бога назвать? Имя его нельзя произнести. И вот были разные замены. Некоторые говорили имя, некоторые просто показывали пальцем вверх. Вот это священное имя Божие, открытое Моисею, которое мы иногда называем тетраграмматон, потому что оно записывается четырьмя еврейскими буквами. Его не произносили. Вот один из таких употребимых способов указать на Бога, не произнося имя Божие, было сказать слово небо, как такое аллегорическое такое, в аллегорическом таком полновании. Небо, то есть сам Бог, Бог решает, кто победит, а кто не победит. И сила наша в нашей правде, говорит как по Илоду Маковей. Они идут на нас, вот Сирон хочет выслужиться, они идут, чтобы нас разграбить, чтобы уничтожить наш народ, а мы идем, чтобы защитить жен, детей, нашей жизни и отеческие законы. Мы сражаемся за нашу веру. И поэтому, если Богу будет угодно, то Он даст нам победу. Не сила физическая, не сила многих легионов, войска принесут нам победу, а сила нравственная. И вот это очень важно понимать, что действительно сила нравственная гораздо важнее, гораздо больше дает человеку, чем сила физическая. Когда происходит конфликт какого-то сильного, но не умного человека, то в конечном итоге победителем выходит, пусть более слабый, но тот человек, за которым нравственная правда. они идут на нас с безмерной гордыней и беззаконием, чтобы истребить нас, наших жен, детей, чтобы ограбить нас, а мы сражаемся за свою жизнь и за свои законы. Так что Он, то есть Бог, сокрушит их у нас на глазах, а вам их бояться нечего. Потрясающая сила духа у Иуда Маковея, он сам этим говорит, сам этим убежден, смелость, сила, крепость и, конечно, вера. И этим Он вдохновляет тех изнуренных, голодом, немногих солдат, партизан, можно сказать, которые идут следом за Ним. Закончив свою речь, Он тотчас же бросился на врагов, и Сирон, и полки его были сокрушены перед Ним. Наверное, вот это слово «татчас», оно не случайно, наверное, вот был. И вот очень вдохновленные люди, которые послушали Иуду Маковея, поверили ему, внезапно напали на вражеские лагеря, вот этот эффект внезапности, как когда-то у Гедеона, плюс вдохновение, плюс вера, помогли им победить существенно превосходящую их по численности армию. Полки Сирона были сокрушены перед Иудой, и он погнал их по спуску Бетерон, до самой равнины Пало, и из их числа около 800 человек, а остальные бежали в землю Филистим, и стали бояться Иуда и его братьев, и ужас поразил соседние народы, и до самого царя дошла молвала о нем, и язычники рассказывали о сражениях Иуды. Антилку Епифану, конечно же, доложили, что проблема очень серьезная, отказывается значительно часть Израиля подчиняться твоим указам, Аполлоний вышел с небольшим войском, разгромили, убили Аполлонию, твоего военачальника. Сирон вышел с большим войском, военачальник большего ранга, его разгромили, и с небольшим отрядом уничтожили войско Сирона. Многие бежали, а некоторые погибли. И вот царь Итеох Епифан услышал эти рассказы. Он восполагал гневом, и, разославши гонцов, собрал все войска своего царства, весьма сильную рать. Он открыл свое казнохранилище, выдал войскам годовое жалование, и приказал им быть наготове. Надо действовать против Иуда, что-то надо делать. Не получается у Антиоха Епифана навести тот порядок, который он хотел бы. И вот он созывает огромное количество войск, выдает солдатам жалование, чтобы они уж точно за него сражались. Иуда Маковей сражается за свою веру. А за что будут сражаться наемники Антиоха Епифана? Только за деньги, за зарплату. Но проблема возникает. Тут Антиоха Епифана увидел, что все серебро в его сокровищах вышло. Если он собрал такое огромное количество людей, каждому дал годовое жалование, да, у него возникли некоторые финансовые сложности. Податей страна дает мало из-за раскола и разорения, которые принесла земле отменно изначально существовавших обычаев. Израиль мог бы давать податя, мог бы собирать довольно значительные средства Антиоха Епифана, но из-за того, что он стал отменять древние обычаи, из-за того, что он стал принуждать людей отказываться от закона, ни у кого нет желания как-то подчиняться ему, его указам, платить податя. Страна разорена, расколота, и вот у Антиоха Епифана серьезное финансовое затруднение. Он стал опасаться, что теперь ему всего лишь разок другой хватит средств на траты и подарки, которые он прежде сделал так щедро, чем превзошел прежних царей. Действительно, Антиоха Епифана был скор на такие расточительные для казны очень щедрые подарки, дары, тем самым он как бы покупал любовь, уважение, славу, преданность других людей. Пребывая в замешательстве, что же теперь деньги кончились, войско надо как-то содержать, война это такое чрезвычайно затратное мероприятие. Вот, что же делать? Может быть, все-таки прекратить, изменить эту политику, и пусть люди лучше будут ему благодарны, и дань будут платить, пусть, ну, пусть чтут какие-то свои законы, почему бы и нет. Но Антиоха Епифана выбирает совершенно другой путь. И он отправляется в Персиду, получить подать из этих земель и собрать побольше серебра. А дела царя от реки Ефрата до границ Египта он поручил Лисию, знаменитому человеку царского рода. До тех пор, пока сам не возвратится, равно как и воспитание Антиоха своего сына. Сам Антиох Епифан уходит на войну, чтобы грабить новые территории, чтобы пополнять свою казну, как государственное управление, в том числе военное управление, так и семейные дела, воспитание своего сына, будущего Антиоха Пятого. Антиох Епифан поручает вот этому Лисию, какому-то из своих полководцев. И в том числе он поручает ему исполнить свои поручения, касающиеся Иудеи и Иерусалима. Он передал Лисию половину войск, а также слонов. Это очень важно, потому что слоны для того времени это такая очень серьезная боевая сила. Слоны в армии их в большом количестве, когда они были, они в значительной степени гарантировали победу, мощь. Они из Индии пригоняли этих слонов, и они были ударной силой в каждой армии. Танков тогда не было. Он передал Лисию войско, половину слонов, и пожелание исполнить ему поручил, в том числе касающиеся жителей Иудеи Иерусалима. Послать против них войско, чтобы разгромить и уничтожить силу Израиля. Иерусалим разрушить до основания, и истребить память о них в том месте, и поселить там повсюду сынов иноплеменных, разделить между ними землю по жребию. А царь взял оставшуюся половину войск и вышел из Антиохии, столицы своего царства, и в 147 году переправился через реку Рефрат и держал путь по внутренним землям. Мы видим, какие страшные поручения дает Антиох Епифан Лиси. Он должен разрушить Иерусалим, разорить всю Израильскую землю и населить иноплеменниками. Когда какой-то народ депортируется, выселяется, происходит такое страшное насилие, очень важно еще и кого-то другого поселить на этой земле. Для чего? Чтобы никакой надежды не было вернуться и снова восстановить свою жизнь, чтобы окончательно уничтожить это самое жестокое, что можно сделать с этим народом, окончательно уничтожить всякую надежду на возвращение в свои родные земли и возобновление нормальной жизни. И вот по летоисчислению принятому у автора первой Макавейской книги в 147 году развиваются эти события. Лисий призвал Птоломея, сына Доремена, а с ним Неконора и Горгия, влиятельных людей из друзей царя, и отправил с ними сорок тысяч человек, семь тысяч конницы, чтобы войти в землю Иуда и разорить ее по слову царя. Они вышли со всем своим войском, пришли и стали станом в долине возле Амауса. Лисий принимает эти поручения Антиоха и Эпифана, готовится к военному походу, собирает действительно огромное войско, сорок тысяч человек, для того времени это очень много, семь тысяч конницы, слонов вот этих боевых, и назначает полководцев из друзей царя, то есть из каких-то вот ближайшего окружения Антиоха и Эпифана, и идут они в Иуду, пришли и стали станом в долине возле Эмауса. Здесь написано Аммаус, но мы знаем этот населенный пункт из Евангелия, немножко под другим названием Эммаус, туда шли ученики Христа после страшных событий Страстной Недели разговаривали между собой о том, что приключилось, о том, как казнили Иисуса из Назарета, и сам воскресший Господь присоединился к ним, с ними шел вот в этот самый Эмаус. Но здесь вот за 200 лет до тех событий, другие события, приходят лиси со своими полководцами, с гигантским войском, они становятся там у Эмауса, то есть недалеко от Иерусалима. До тамошних купцов даже молваниях. Они взяли очень много серебра, золота, также ножны и кандалы, пришли в стан, чтобы взять в рабство сынов Израиля. К ним присоединилось войско из Сирии и из страны иноплеменников, то есть к этим 40 тысячам мужей, воинов, которых привел лисий из армии Анселха и Пифана, еще присоединились какие-то другие наемники из Сирии, из каких-то еще других, не указано каких мест, какие-то еще иноплеменники. Некоторые купцы уже готовят золото, деньги, кандалы. Для чего? Для того, чтобы выкупать в рабство, а потом перепродавать захваченных в плен. Исход войны он очевиден, но кто может сразиться с таким огромным войском? И поэтому купцы считают, что дело уже очень скоро будет сделано, будет огромное количество пленников, которых можно будет легко выкупить в рабство, а затем продать втридорогом. Что делает Иуда? Иуда со своими братьями увидел, что беды множатся, что войска разбивают стан в их родных местах. И узнали они о словах царя, которыми тот приказал нести народу гибель и истребление, и всякий сказал соседу своему, поднимем наш повергнутый народ, и пойдем войною за народ наш и за святыни. И собрался сход, чтобы подготовиться к войне, чтобы молиться и просить о милости и сострадании. Вот так реагирует Иуда. Не сдается, не малодушевствует, а что, нам надо всем подняться, нам надо сопротивляться, речь идет о нашем выживании. Мы должны встать за наши святыни. Если нас не будет, то кто тогда будет на земле хранить веру в истинного Бога? С чего начинается сход, собрание, которое организует Иуда Маковий с молитвы? Будем молиться и просить о милости и сострадании. Безлюдная столица, как пустыня, и ни души на улицах ее, попрадно святилище ее, и в крепости отродья чужеземцев. Язычникам там постоял и двор. Ни в чем от рады не найдет Иаков, ни флейта, ни кенира не звучит. Такой красненький поэтический отрывочек тоже здесь вставлен в текст, который описывает ситуацию. Иерусалим стал безлюден. Почему? Потому что те люди, которые там находятся, это не люди в понимании Иуда Маковия, это враги, это язычники, это не члены израильского народа. Святилище попрано, храм разорен, Иерусалим превращен в крепость, которая оплот врагов. Ни флейта, ни кенара не звучит, нет ни одного повода, который был бы радостным, и поэтому не звучат музыкальные инструменты на фоне такого горя. Собрались они, то есть приверженцы Иуда Маковия, пошли в Массефу, что ввиду Иерусалима, близко уже подошли к тем местам, где укреплена армия Лисия. Поскольку прежде в Массефе было у Израиля место молитвы, они пошли туда молиться, храм недоступен, храм разорен, в Иерусалим войти нельзя, и вот они молятся там, где когда-то молились древние израильсиане, в этой Массефе. В тот день они постились, облачившись во власенице, посыпали голову пеплом и раздирали на себе одежды. Они развернули свиток закона, для того, для чего язычники вопрошали изображения своих идолов. священнослужения, первины и десятины и собрали назиреев, исполнявших дни своего обета и вскричали к небу. Мы видим, что прежде всего Иуда Маковей готовится к войне, совершая молитву, не оружие приготовляя, не обсуждая со своими ближайшими соратниками план боевых действий, а именно молясь. Очень интересно здесь написано, что они развернули свитки закона, для того же, для чего язычники вопрошают свои идолы. Они молятся, и они зачем-то разворачивают свитки закона, то есть священного писания. И тут автор очень деликатно, но чувствуется такой небольшой момент осуждения, что они делают то же, что делают язычники. По всей видимости, речь шла о каком-то гадании на священном, вот они открыли священное писание для того, чтобы погадать, а что же будет, как Господь управит нас вот в этой почти невозможной битве, даст он нам победу или не даст. и вот здесь такая тонкость, потому что прекрасно прислушиваться к Слову Божию, которое нам дается через священное писание, прекрасно исполнять в своей жизни Слово Божие, прекрасно та верность, то мужество, та отвага, которые были у Иуда и его соратников, но вот как гадание, как какую-то гадательную книгу священное писание использовать не нужно, и здесь вот честно автор первой макобейской книги упоминает деликатно, чуть прикровенно, но с некоторым таким элементом осуждения, что вот вероятно и такое тоже имело место. Он не героизирует персонажей этой книги, даже тех, которые ему чрезвычайно симпатичны. Не героизирует там, где это неуместно. И вот Иуда и Маковей молятся, и те, кто были вместе с ним, вскричали к небу. И вот они затрубили в трубы и громкого запилия. Здесь речь идет не о каких-то военных трубах, призывах, а речь идет о некотором богослужении, которое они совершали. Они громко вопят, это значит, что они от всей души, вот состояние почти невозможного, из отчаянного состояния молятся к Богу, обращаются к Богу. Тебе все ведомо, ты ведаешь, что затеяли против нас, против твоего народа, против твоего святилища. И мы не выстоим, если ты не придешь к нам на помощь. И вот эта вера, это убеждение, оно находится вот в основании тех мотивов, которые и руководят Иудой Маковиев и его соратниками. Затем Иуда назначил, помолились, дальше надо, собственно, готовиться к сражению. Иуда назначил предводителей народа, тысячских, сотников, пятидесятников, десятников, для того, чтобы армия действовала успешно, этих абсолютно мирных людей, которые собрались вокруг Иуды. Это же не какая-то профессиональная армия, это те люди, которые еще вчера были в своих домах. Нужно вот выстраивать какую-то военную иерархию. И он назначает тысяч, сотников, пятидесятников, десятников, то есть разделяет по отрядам людей и выстраивает военную иерархию. А затем очень интересный момент. Иуда говорит тем, кто строил дом, просватывал себе жену, насадил виноград, а также робким, чтобы они возвращались по домам согласно закону. Потрясающе. Как и раньше, Иуда надеется не на численность людей, а надеется на Бога, надеется на то, что их убеждение, сила их веры даст нам победу. И поэтому большое количество людей он отпускает домой. Робки нам не нужны. Кто боится, кто не хочет сражаться, идите домой. Кто только женился, и это его захватывает, иди домой, наслаждайся радостью в своем новом браке. Кто вот только что дом построил, виноградник устроил, иди домой, занимайся своим делом. Остаются те, кто готовы сражаться до конца, жизнь свою отдавать. Люди не робкие, люди смелые, люди сильные. Не численность войска, а небо решает, кому оно даст победу. И сказал Иуда. Да, и затем раз выступила и разбила стан к югу от Амауса. В Амаусе, или в Эмаусе, как будет сказано в Евангелии, стоят войска Лисия. К югу от Амауса, уже совсем близко, эти армии почти вплотную подошли друг к другу, стоят войска Иуды. Иуда сказал, припаяшьтесь и будьте сильными сынами. Будьте готовы завтра сражаться с этими язычниками, которых собрали против нас, чтобы уничтожить нас и наши святыни. Ибо лучше нам пасть в битве, чем смотреть на бедствия народа и святынь. Но какова воля на небесах, то и будет. По человеческому рассуждению, с огромной вероятностью, все эти люди погибнут на следующий день. Но это лучше. Лучше жизнь свою отдать, но не отказаться от Бога, не отказаться от веры в Бога, не отказаться от закона. Лучше нам пасть в этой битве, если такова будет воля Божия, чем смотреть на то, как будет уничтожена израильская вера, на бедствие нашего народа и святынь. Но будет то, что решено на небе. Какова воля на небесах, то и будет. Вот этими словами Иуда Маковея, полными веры, полными убежденности, заканчивается третья глава первой Маковейской книги. Мы читали этот текст в переводе Брагинской и Шмайной Великановой для библейского портала Экзегет.